Граница Тольменского и Первомайского района. Каждый день по этому участку проезжает более 20 тысяч машин. Сегодня здесь открывают новую четырехполосную дорогу длиной в 10 километров. Ее строительство началось осенью 2019 года. Завершить работы планировалось в ноябре, но зафиналили на полгода раньше. Первые 5 километров ввели еще в сентябре 2021 года. Мечта автомобилистов о четырехполосном Чуйском тракте все ближе. Так вместо 2035 года Чуйский могут расширить до четырех полос уже к 2030. 182 километра нам осталось расширить до четырех полос. В прошлом году мы 7 километров расширили, в этом выходим на 12. И в следующем году планируем выйти, в случае благополучного расклада, возможно и в этом году дадим досрочный, на 24-25 километров. Простая математика показывает, что это действительно 8 лет и мы можем эту задачу выполнить заблаговременно. Ровно 100 лет назад, 26 мая 1922 года, Чуйскому тракту присвоили статус государственной дороги. Сегодня трасса соединяет три региона – Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Для нашего региона это еще и самая туристическая дорога, которая ассоциируется с Титовым, Шукшиным, Рождественским. Каждый год по этой трассе проезжают миллионы путешественников со всего мира. Кстати, Чуйский тракт включен в 10 самых красивых дорог планеты. Сегодня то, как организована работа на федеральной сети в Алтайском крае для всех остальных наших дорог, это, конечно, эталон. Это пример, к которому надо стремиться. Там и финансовая составляющая, там и техническая оснащенность и обеспеченность. Чуйского тракта Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.